МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАСУ! ВИТАЕМ ВАСУ! В эфире БЕЛАРУСЬ СТРЕЙК КАЛЕДОСКОП КУЛЬТУРНЫХ НОВИН, ВЯДОМЫХ ИМЕН И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА КАЛЕНДАРЫ 29 СНЕЖНЯ И МЫ ПАЧАНАЕМ ПРАГРАМУ ЗА АТМЕТНЫХ ПАДЕЙ ГЛЕТАГА ДНЯ У КАНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЮ ВЕРХНЮ ГОРОД УЖЕ УПАНУЮ АТМАСФЕРА НАВАГОДНЯГА СВЯТА ЛЕПШЕЯ ВЫКАНАЛЦЫ ПАДОРАЦЬ ГЛИДАЧАМ ЦУДОВНЫ КАНЦЕРТУ, ЯКИМ ПРАГУЧИТЬ МУЗЫКА ЗНАКОМИТЫХ КАМПАЗИТАРАВ ЯГАННЫ СЕБАСТЬЯНА БАХА, ШАРЛЯ ФРАНСУА ГУНО, ДжУЛЛЯ КАЧЫНІ И ЭТОРА ВІЛА ЛОБАСА А ТЫМ ЧАСЫМ ВЕЛИКИ ТЕАТР БЕЛАРУССИЯ НА АГАЛОВНОЙ СЦЕНЕ МОГИЛЁЩЧАНЫ ЗНАКОМИТАЯ ОПЕРА БИЗЕ КАРМЕН ПРАЙШЛА У ПАЛАЦЫ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТІ 136 ОРТЫСТОВ И ПОЛНЫЕ ЗАЛА ГЛИДАЧОВ ТАКОЙ МАШТАБНЫЙ ДЕЯ ЗНАЧЫЛИ ПЯТИГОДЗИ МОГИЛЁЩКОГО ФИЛИЯЛА ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА БЕСМЯРОТНАЯ МУЗЫКА НА ЗНАКОМИТЫ СЮЖЕТ РОКОВАЯ ЖАРСТЬ, КОХАННИЯ И СМЕРТЬ У РОЛИ КАРМЕН ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРНАЯ СПЕВАЧКА АЛИМА МАМДИ МАШТАБНАЯ ПОСТАНОВКА АДАПТОВАНА ПОД МОГИЛЁЩКУЮ СЦЕНУ ТОБОК ЗМЕНШЕНЫ СКЛАД ТРУПЫ, АЛИ ТАК КАБ НЕ СГУБИТЬ ЯКОСТЬ ВЫКОНАННЯ И ЗРАЗУМЕЛА АСАБЛЮВЫ НАСТРОЙ, СТВАРАЯ АУТЫНТЫЧНЫЕ ГУЧАННЯ НА ФРАНЦУЗКАЙ МОВЕ КАГДА ОПЕРА ИЗЁТ НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА, ОНА И ПАЮЦСЯ ЛУЧШЕ И АРАМАТ ОПЕРЫ ВОСПРИНЯМАЦСЯ ТАЧНЕЕ ПАЭТОМУ В ДАНОЙ СЮТУАЦІЇ, Я СІТАЮ, ЧТО ВСЁ ПРАИЗВІДЕНЬ ОНО НАПІСАНЫ НА ФРАНЦУЗКАМ, ОНО ДОЖНО НА НЮМ ЗАВЩАЦЬ МОГИЛЁВСКАЯ ПУБЛІКА ОПЕРАЙ НЕ ЗБАЛАВАНЫЯ ХАЦЯ ЗАТКРЫТЁМ ТУТ ФИЛИАЛЫ ВЯЛИКАГА ТЕАТРА НА ПРАТЯГУ ПЯТІ ГАДОВ МОГИЛЁЮЧАНИ МАЮЦЬ МАЮЦМАЦЬ ПАБАЧИТЬ ЛЕПШЕЕ З БАЛЕТНАГА И ОПЕРНАХ РЕПЕРТУАРУ СТАЛІЦЫ ТАКІЕ ПАСТАНОВКІ ВЫХОВАЮЦЬ И ПРАВЮЮЦЬ ДОБРЫ ГУСТ УПЕВНЕННЫЕ МОГИЛЁЮСКИЕ ГЛЯДАЧЫ СТАЛО ПРОСТО ДАЖЕ ЗНАЧАЛА, НАВЕРНА, ЛЮБОПЫТНО НЕ СТОЛЬКО ИНЦЕРЕСНО, ПРОСТО ЛЮБОПЫТНО ПОСМАТРЕТЬ, ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ ПОЧЕМУ ЛЮДИ ХОДЯТ ВЕЦ В МИНСКЕ ДЕСТВИТЕЛЬНО АНШЛАГИ ПАЧТИ ВСЕГДА В ТЕАТРЕ И БИЛЕТЫ КУПИТЬ НЕ ТАК ПРОСТО ОДИН РАЗ ПРИЕХАЛИ, ПОСМАТРЕЛИ ВТОРОЙ РАЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО, ЧТО ДЕСТВИТЕЛЬНО И ДЕКОРАЦИИ ШИКАРНЫ И ВООБЩЕ ВОБЩЕ МАССА ВПЕЧЕТЛЕНИЙ ПРИЯТНЫ Кармен – опошня пастановка Магилёвского филиала Великого театра оперы и балета Республики Беларусь у 2016 годе, але уже уютым артысты Великого знов планують завитать у Магилёв Спешаемся вернуться у столицу, каб не пропустить ясчё одно цікавое мероприемство У театры «Мя Янки Купалы» показывают спектакль «Кахань не як милитаризм» По пьесе русского драматурга Пятра Владелина у постановцы Дмитра Тишко Звиру культурного життя николе не выпадает в Гомельщина, тут протягивается марафон святочных раннешников Усе театры города над Сожем подрихтовали для своих юных наведвальников цікавая премьерная новогодняя программа и спектакли Разом с головными персонажами свято Дедом Морозом и Снягуркой Маленькие театралы примают удел у займальных конкурсах гульных и викторынах У Гомельским державным театры «Лялик» юных гостей премьерной новогодней программы «Привитание-привитание Дед Мороз» запросили у займальной подорожи о показках и мультфильмах Разом с их головными персонажами, а так само Дедом Морозом и Снягуркой Дети водили карагод в окол при гажоне ёлки Прымали удел у тековых конкурсах гульных и викторынах Маленьким театралам пропоновали фотосессию, дискотеку с великими ростовыми ляльками До речи уражение ухопало и у дятей, и у дорослых Раньше работала в детской библиотеке, мы сотрудничали вместе И постоянно присутствовали здесь, на любых мероприятиях, праздниках и концертах новогодних Здесь очень хорошие артисты, очень замечательные После насыщенной забавляльно-гульневой программы Юных театралов и их батьков запросили на премьерный показ спектакля Як нововеркины имянины Артисты Гомельского державного театра «Лялик» перонесли призывных гостей Усаправную новогоднюю казку, текавую и получальную В любом случае детские спектакли говорят о том, что такое хорошо или что такое плохо Что надо дружить И у нас с девизом спектакля в конце концов говорит белка именинница Что нам не жалко пирога, нам справедливость дорога У целом усеты от рально-видовищной установы города над Сожем Подрихтовали для своих юных наведульников яскравые, неполторные и запоминальные новогодние программы И снова вертаемся в Минск Ди артысты Горковского театра сёння пропануют публице шпектакль «Вива комедия» Поставленный у жанра комедия дель арты Пьеса была специально написана для Минского театра И поставлена молодым итальянским режиссёром Матео Спиацци Протягуем информовать про отметные культурные подеи, які отбываются у свете С каждым днём растя популярность открытого недавно парку Болливуда у Дубаи Гэт и тематичный центр забав улады объединенных Арабских Эмиратов Открыли, как притягивать в Украину еще больше туристов И он стал часткой целого комплексу парков, які включают аквазоны, краину левый и комплекс присвяченный Болливуду «Мошенгейт» Представление у новым парку можно увидеть каждые 20 минут Индийские танцоры диска забавляют наведывальников Чакается, что выступить сюда приедут больше 200 артистов из всей Индии Это дневное шоу, буду рекомендовать прийти сюда каждому, потому что это нечто незабывное Когда Дубаи Паркс только начинали будовать, створальники задумывались Чому в центре зауседы Голливуд? Чому бы не зарабить парк Болливуду? Болливуд – это бренд не только для индусов И он мая прыхильников по всем свете За 4 годины от Дубая живет 2 миллиарда человек и усеяны прыхильники миновата Болливуда У целым центр Дубаи Паркс находится в процессе будовництва Как ждет, все участки открытся уже в следующем году До Нового года осталось всего 2 дней И тому на театральных пляцовках зараз множество святочных импресс для маленьких глядачов Так, на переддне новогодних святов на сцене молодежного театра Корональная казка Сергея Аксакова «Пунцовая кветочка» Перетворилась в чаронный мюзикл для всей семьи Далекие подорожные, неверогодная история каханья, эффектные танцы и песни Выканание молодых артыстов театра Переносит взглядачов у чаронную атмосферу цудов и дарит святочный настрой Протягиваем вандровать по новогодней столице Днями тут отбылось святочные шести Дедов Морозов Новый год свято великого масштабу, где одним Дедом Морозом и одной снегуркой ну нияк не обыстисья Дети и их батьки потребуют святочного хлеба с видовищами и их отрымливают Так шоу с проводинами года Малпы стартовало на площади незалежности Персонажи сучасных казок працавали на разагреву уголовной дейчой асобы новогодней ночи Дед Мороз да гоноровага шестя змянил сани на больш урачистый вид транспорту карету, запрыженную гнятыми коньми Свиту самому вядомому деду краины складали двухметровые белые медведи, пелник и больш за 800 костюмированных героев До выбора образов у дельники святочного параду подышли креативно Тут вам и черапашки ниндзя, які ратуют Новый год, и пожарные Деды Морозы Дружная процессия пройшла по проспекте незалежности в улицам Ленина и Интернациональной Капрынести на Минске заволки отчування саправдных свят В образе Дедов Морозов мы хотим детям еще раз напомнить о безопасности Подарить им вкусняшки, ну и конечно же пожелать хорошего Нового года И еще про однозначную подею, без какой зараз Нильга уявить себе новогодний тендень 60 годов тому отбилася премьера знакомитой музычной комедии «Карнавальная ночь», которая стала творчим дебютом Альдара Розанова Диалоги с фильма «Хутка» разобрали на цитаты, а песни про добрый настрой и пять хвилин стали народными Засемьюная тады Людмила Гурченко после премьеры прочнулася знакомитой артисткой А сама музычная комедия стала одним символом Нового года для советских грамадзян Только празд 20 годов она соступила свое место фильму «Усё того ж» Альбара Розанова «Ирония лёсу» Альбо с легкой парой И у працях темы кино пропануем разом с нашим киногидом зафиксовать погляд на наибольшь цікавых и изместовных фильмах, які зараз позначены на афишах кинотеатров Для миру треба больше мячоу, чим для войны В устном их истории стверджая истину премьерный фильм «Викинг» Крывавую драму режиссер Андрей Кравчук орехтовал шесть годов И тут у все знаемые историчные деячи Полоцкая княжна Рагнеда, киевские князи Владимир и Ярополк Ирог Волод Сама киностушка складается с 850 кадров с компьютерной графикой, над якой працавала больше за 100 графичных дизайнеров У основу эпосу легли падеи о повести минулых годов Але перш за все проект позиционируется як российский отказ у ладару перстенков, а богу не тронув Премьера чакая и молодшую аудиторию На экранах протяг вядомой каски «Снежная королева 3. Огонь и лед» Усе тыеж герои Кай и Герда пасталели, и у кампании тролляв увязываются во все махчимые неприемности Цекава, что сценарий до фильма писали целых 183 дни с 53 вариантами развития сюжету Мультфильм выходит у международный прокат и для каждой краины агучивается особно Але, нажаль, беларускамолную версию чакать не приходится Якой и стала повесть Андерсена от режиссера Алексея Цицилина побачим у прокате Почас нашей культурной вандруки зробим еще один припынок на этот раз литературный 32 года тому принял своих первых наведывальников в Литературный музей Петруся Броуки И он находится в Минске на улице Карла Маркса, у былой квартиры поэта, где той долгий час жил и працевал Далее у калейдоскопе портретная галерея славутых именинника у дня Сюня исполняется 82 годы с дня народжения народного артыста Беларуси Виктора Тарасова Який боль за 40 годов життя присвятил Купаловскому театру У 23 годы Виктор Тарасов стал заслуженным, у 29 – народным артыстом БССР, а у 48 – народным артыстом Советского Союза Так сама сёння могло б вспомниться 80 годов беларускому драматургу, поэту и актёру Яугену Шабану Одно с центральных мест у его поэтичной творчасти займало на арочной березе, якой аутер народился и вырос А у драматургичной творчасти литерат разокранау самое острое питание сучасности Дарыча, минавито Яуген Шабан з'является першостворальником у Беларуси пьес для моношпектакляв А поставленная в 1977-м Купаловцем его пьеса «Шрамы» ишла одночасово у 30 театрах краины Далей мы звертаёмся до темы мастарства, бо сёння спавняется 136 годов дня народжения живописца и театрального мастака Одного з явших сценографов за гисторы русского театра Николая Сапунова Узгадаем сёння таксамый имя скандально вядомой французской аристократки, якая значно повплывала на развитие французской культуры Сёння спавняется 295 годов дня народжения Маркизы Д. Пампадур Кали вы ещё думаете, что подарит детятину новогодние свято, вспомните, что лепший подарунок – гэта книга Каска Басей Пигла стала письменницким дебютом беларусской мастаршки Надеи Бука Кто ж такие гэта загадковые истоты, где живут и як пасебровать гены хлопчикам и девчонкам нашей планеты Доведаемся от самой аутарки Надя, здравствуйте! Калейдоскоп поздравляет вас с выходом вашей книжки «Баси и Пиглас» Спасибо большое! Кажется, что вы прирождённая сказочница. Почему же «Баси и Пиглас» вышли только сейчас? На самом деле Пиглас родился уже давно, порядка где-то пяти лет назад Он родился сначала, естественно, в моей голове, а потом уже появился на моих картинах, так называемых бутинанках, я вырезала своих Пигласов А потом уже, когда я стала рассказывать взрослым и детям в том числе о том, что существует такой Пиглас, глаз с крыльями Многие просили о том, что можно где-нибудь об этом почитать И я задумалась, действительно, нигде об этом не написано И вот всё-таки я решилась и написала об этом книгу Насколько я знаю, Пигласы – это существа, которые питаются любовью и приходят только к тем, кто нуждается во вдохновении Ваша книга больше предназначена для взрослых или для детей? Эта книга будет интересна как детям, так и взрослым Дети найдут для себя здесь что-то своё, а взрослые тоже, потому что здесь очень много философского подтекста Также, знаете, как у Экзюперии многие считали долгое время, что эта книга для детей, она оказалась для взрослых Также у Туи Янсен о мумитролях, там очень много могут почерпнуть для себя взрослые У вас достаточно много героев, а почему именно Пигласы? Знаете, мне всегда привлекали глаза в людях, потому что, ну не зря же говорят, глаза – это зеркало души Глаз – такая идеальная форма, и они могут быть при том разного настроения, разного цвета Я потом добавила ему крылья, ну а крылья – это очень добрый такой символ, который дарит вдохновение Он следит за тем, да, чтобы в влюблённой паре всё было хорошо Он смотрит за тем, чтобы ребёнок вовремя попросил прощения, делал хорошие поступки И я считаю, что вот белорусским детям не хватало, да и не только детям такого доброго героя, в которого бы они верили Вот, допустим, в Финляндии мумитрол, которому они очень много лет поклоняются и сувениры продаются А у нас, ну, долгое время такого символа не было И поэтому я надеюсь, что вот Пиглас как раз и станет тем героем, в которого будут верить дети Будут ложить прищепки деревянные исключительно на подоконник И ждать, когда же к ним прилетит вот тот самый Пиглас, который будет с ними дружить Я сама частично уже верю в этого Пигласа А ваши сыновья помогали вам в создании Баси и Пигласа? Скажу вам более того Я написала книгу, и потом буквально через неделю я знаю о том, что у меня будет второй ребёнок То есть это как-то было так символично, и старший сын, он даже кое-где даже корректировал мне текст За что ему очень благодарна, потому что книга же рассчитана в первую очередь для детей Когда он книгу прочитал уже готовую, он сказал Мама, я давно знал, что Пигласа существует Ну, для меня это самая большая, наверное, похвала Надя, спасибо вам большое за интересную беседу И желаем вашей книге как можно больше читателей И, конечно же, с наступающим вас Новым годом И в Новом году ждём новых книжек Спасибо большое вас также с наступающим Новым годом И, да, надеюсь, что продолжение следует Спасибо И это всё, что мы поспели рассказать Познавайте больше разом с телеканалом «Беларусь-3» До встречи у эфиры Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова